всем огромный привет сегодня такое солнечное утро у нас с лёшей выходной в будний день поэтому мы решили воспользоваться моментом и едем за город выбираемся из этой суеты из этих всех дел работы пока что мы забронировали домик на один день но возможно мы останемся на два дня поэтому на это время мы полностью отключимся от всех дел от всех забот солнышко как слепит лёша пока что поехал к моим родителям отдавать ключи потому что на этот денек наш котеночек на ксеночек остается одна вот она и чтобы моих родителей если что была возможность приехать покормить ее сейчас я планирую сделать укладку хочу сделать локоны но на самом деле лёша уехал буквально на 20-30 минут я надеюсь я успею что-то сделать и кстати говоря мы едем на море ну точнее говоря это горьковское водохранилище но на самом деле там такой вид как на море и он находится как раз таки в часе еды от нижнего новгорода и еще с этим местом связано кое-какое воспоминание я вам уже позже расскажу потому что сейчас пора укладываться кстати говоря мне нет маленького зеркальца сейчас и я крашусь и собирать вот это большое зеркало поэтому сейчас здесь буду сидеть пишите пожалуйста в комментариях если вы знаете какое-то небольшое зеркало с которым удобно краситься просто поставив вот так на стол потому что обычно маленькое зеркало я вот так ставлю и приходится так скукоживаться как-то краситься и это на самом деле не очень комфортно хочется сидеть прямо и удобно краситься если вы знаете классные варианты то пожалуйста напишите в комментариях я буду очень и очень благодарна а еще у меня третью неделю стоят вот эти цветочки здесь кустовые гвоздики и сантини да они конечно уже немножечко подвяли но все равно так радует глаз сразу такое летнее весеннее настроение вначале я всегда сушу волосы головой вниз и просто прочёсываю таким образом создается небольшой объем и в целом так удобнее сушить чем вот в таком положении если вы слышите звуки на фоне то это ноксик бегает за солнечными зайчиками так я уже начинаю думать что я не особо успеваю поэтому я сделаю максимально быстрые локоны возможно они будут держаться не целый день и будут такие супер-супер легкие но это лучше чем мы задержимся из-за того что я укладывалась вот так вот у меня вышло максимально легкие локоны получились потому что я торопилась на самом деле я именно такие и люблю когда кажется что вот ты недавно вышла из салона еще сохранились легкие локоны но в то же время они не такие сильные я думаю что через пару часов они еще больше опадут и будут максимально естественные плюс я совершенно не использую стайлер потому что мне нравится именно естественные вот такие мои волосы я к ним притрагиваюсь и они такие живые у меня волосы натуральные не окрашенные и в целом укладка держится я бы не сказала что идеально но я к идеальному не стремлюсь я даже успела до прихода лёши поэтому сегодня день обещает быть классным хотя на самом деле мы опаздываем в таких ситуациях я чувствую себя спокойно то есть я такая ну ничего страшного с нами ничего не случится главное вот ощущать этот комфорт что все-таки мы едем отдыхать не нужно спешить пусть мы там побудем на пару часиков меньше самое главное это настрой настроение и вот это вот ощущение что сегодня ты просто отдыхаешь и даже если ты опоздаешь не вини себя за это сегодня как в принципе всегда я оделась в базовую одежду у меня здесь топик из маак и джинсы лайм которые я вам уже показывала в начале весны ног сыграть с солнечными зайчиками все охота началась охота началась пока лёша сейчас носит вещи в машину я пойду нам в кофейню за кофеёчком лучшее начало дня так все ящики закрываем чистоту оставляем чтобы потом было приятно возвращаться в чистый дом под вещами я подразумеваю телескоп он вот такой вот огромный на самом деле без машины с ним особо не походишь поэтому каждый раз пользуясь случаем мы берем его с собой особенно когда едем на горьковское море то самое дерево которое я снимаю каждый сезон как она меняется и преображается мне пожалуйста два латте с собой оба латте оба латте оба латте оба латте оба латте всем здорово все хорошо нормально для ксюшки что наша черопа снег зашла черопа взошла она рядом сидит я очень рада я слушать да давай 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 в общем мы наконец-то приехали вот наша домик здесь такая красота сегодня еще такая шикарная погода солнце светит мне кажется градусов 23 ну и морешко правда берег здесь закрытый оказался Ну, в целом мы купаться не собирались, потому что вода ещё прохладная. И ещё хочу поделиться, почему для нас с Лёшей это место особенное, потому что мы здесь познакомились. Точнее говоря, в студенческом лагере, Чкаловец называется. Мы попали случайно в одну смену и, можно сказать, с первого взгляда влюбились. Поэтому периодически мы сюда приезжаем в разные уголочки Горьковского моря. Конечно же, чаще всего летом, весной, когда хорошая погода. Но сейчас, собственно, мы приехали без повода насладиться, отдохнуть. И большое спасибо погоде, что нам так повезло. Лёша, по моде. Ну, к сожалению, здесь один гамак, поэтому я пока что только наблюдающая. А птички-то как поют. Там вот даже на лодочке уже катаются. Кстати, вы катались когда-нибудь на Сапах? Потому что я уже года два, наверное, всё хочу-хочу и никак не дойду. Мне кажется, очень классно, особенно если какое-то чистое, красивое озеро в живописном месте. Давайте проведу вам рум-тур. Начну вот с этой живописной тропинки, которая ведёт к дому. Я думаю, вечером вот эти фонарики горят и красиво подсвечивают тропинку. Очень красивое отражение в окнах. Далее мы уже попадаем внутрь. Из окна вот такой шикарный вид открывается прямо на воду. Я не знаю, так она блестит красиво. И Лёша вон там вот отдыхает. Посмотрите, кто к нам пришёл. Как мы курчим! Как мы курчим! Лёш, надо идти за кормом. Домик на самом деле небольшой, но всё необходимое есть. Здесь диван. Наш телескоп, который мы взяли с собой. Будем смотреть на звёзды либо сегодня, либо завтра. Посмотрим по времени. Обеденный столик. Я думаю, его тоже, в принципе, можно при желании вынести на улицу. Если маленького, будет недостаточно. Лёша сейчас назвал этого котёнка Нокс. Кухня. Есть вся необходимая посуда. Я думаю, прямо нужный минимум. Чайник. И даже холодильник мы нашли. Круто, что здесь есть ящик. Хоть мы сюда приехали отдыхать, но всё равно вещь куда-то нужно класть. Здесь мы уже начали класть одежду. А в верхнем ящике местные настольные игры. Давайте посмотрим ванную комнату. Здесь она небольшая, но минималистичная. Мне кажется, в этом году нам просто везёт на съёмном жилье, на минималистичные ванны. Потому что они все вот такие вот светлые, хорошенькие. Здесь зеркало с подсветкой. Обожаю такие зеркала, потому что так удобно краситься. Сразу же на тебя падает свет. И не нужно идти специально в комнату, например, где естественное освещение или яркие лампы. Давайте пойдём на второй этаж. Скоро закат, поэтому с каждой минутой свет всё красивее. На втором этаже небольшая кровать, но как раз я думаю на двоих. И я уже открыла окно, чтобы здесь проветрилось, потому что когда мы только зашли, было душновато, потому что очень сегодня слепит солнце. Я уже прилегла, и мне кажется, это кровать из детских мечтаний. Потому что такое чувство, что вот у меня свой маленький деревянный домик. Ты по лестнице поднимаешься наверх, и здесь у тебя кровать. Укромное местечко, о котором знаешь только ты. По крайней мере, я мечтала в детстве о таком домике деревянном. Это окно выходит на сторону леса, и здесь слышно, как поедут птички. Мне кажется, классно будет с утра его открыть и просыпаться по звуке леса, птиц. Мне очень понравились вот эти подвесные лампы. Если бы у меня был свой домик, то я бы их тоже повесила. Я тут уже размечталась и даже нашла, где эти лампы купить. Я просто открыла Яндекс с Алисой, навела камеру, и у меня сразу же высветились варианты, где можно такую приобрести, при этом сравнить цены, сроки доставки и выбрать понравившийся. В общем, это максимально удобная функция. Давно я пользуюсь и нахожу вот так вот вещи, которые меня заинтересовывают. Тем временем солнышко уже совсем садится. Справа от домика у нас находится мангал и чан. Кстати говоря, чан нам уже подогрели. Лёш тут подкидывает дров, чтобы вода была погрячее. И с видом на морюшко будем сейчас сидеть греться. Кстати, солнце садится, и уже так прохладненько становится. Ещё сезон комаров налетают уже. Вот ради этого стоит работать, трудиться, чтобы потом взять вот так и на денёчек, на два выехать и полноценно от всего отдохнуть. Отдых — это очень важно. Именно вот такая перезагрузка. Я поняла, что в жизни самое главное — баланс. Баланс во всём. В учёбе, в работе, в отдыхе, в том, сколько времени вы проводите за тем или иным делом. Да, конечно, если отдаваться какому-то делу полностью, то у вас будет намного быстрее приходить прогресс. Но в то же время не стоит забывать о здоровье, о друзьях, о каких-то встречах, прогулках. Во всём этом нужен баланс. И сейчас я это отчётливо понимаю. И вот самое главное в моей жизни — это баланс. Лёша нашёл, где включать вот этот свет, потому что я так хотела, чтобы он горел, но мы долго не могли найти, по крайней мере, я. Но вот теперь у нас такая красота. Лёша нашёл вот такие вот маршмеллоу. Это максимально удобно, потому что здесь в наборе идут уже палочки и вот такие вот огромные маршмеллоу. А, он загорелся! Поручили это дело Лёше, потому что мой маршмеллоу сразу же загорелся. Ну, у Лёши тоже. Лёша. Так вкуснее будет. А, так и надо? Я не знаю. Лёш, мне кажется, так не должно быть. Ммм. Это действительно вкусно. Будешь? Я уже наелся. Спасибо. У тебя на губе маршмеллоу. Вы слышите эту музыку у людей? Это где-то на том берегу. Вдалеке. У тебя на губе маршмеллоу. Утреннее время на природе, мне кажется, ещё прекраснее. Но так как мы вчера легли поздно, мы сейчас только просыпаемся. Но вот эти утренние часы, когда природа пробуждается, утренний воздух после ночи, это прекрасно. В прошлый раз, когда мы ездили в короткую поездку, моей ошибкой было то, что я подумала, ой, два денька, не буду брать особо с собой никаких уходовых средств. Но в итоге моя кожа как-то испортилась, пересушилась. Поэтому теперь я всегда беру с собой какой-то минимум уходовых средств, чтобы просто привести себя в порядок. Сегодня это пенка, сыворотка и крем. Всё, я думаю, мне этого достаточно. Плюс я взяла с собой термальную воду, потому что мы всё-таки решили остаться на второй день. Сегодня будет 24 градуса. И самое то, в жаркую погоду сбрызгивать лицо. Очень приятно сейчас было мыться ледяной водичкой. Сразу же такая бодрость ощущается, потому что я встала 20 минут назад и была пока что полусонная. Но сейчас всё, я готова к этому дню. Кстати, сейчас я тестирую новую сыворотку. Если эта тема для вас актуальна, то дайте знать в комментариях. Потому что я сама долго не могла подобрать себе сыворотку именно на лето, да и на самом деле на круглый год, которая максимально легко впитывается и которая вот даёт видимый эффект. У нас сейчас будет переселение в другой домик. Но суть в том, что заселение там на 4 часа позже, чем здесь выселение. Но нам попались хорошие люди и сказали, что отсюда можно выселиться чуть позже, а там заселиться чуть раньше. Поэтому мы пока что сидим, попиваем чаёк. В то время, что нам нужно будет ждать, мы съездим в магазин и, возможно, ещё куда-то. У меня иногда болит нос от очков, поэтому я вот так вот подкладываю ватный диск или тряпочку. И вот так это выглядит. Термальная вода — это вещь. Благодаря вам я как раз-таки начала ей пользоваться, потому что в прошлом году я спрашивала, как вам есть ли эффект. Поэтому я тоже начала пользоваться. Теперь это мой фаворит, как раз-таки фаворит. Я, по-моему, рассказывала о термальной воде. Жду Лёши, пока он пошёл к нам за напитками в магазин «Нептун». И у меня сразу же такие воспоминания, потому что именно когда мы были в студенческом лагере, все студенты шли в этот магазин, покупали себе всякие там вредности. И потом мы все шли гулять на рожку, у нас так называлось. Поэтому, знаете, в возрасте 21 года я была тусовщицей, отдыхала. Это сейчас я уже такая, уже всё повидала, уже спокойная, уже знаю, какие у меня приоритеты. И тусовки у меня сейчас не в приоритете. Кстати, вон там вот находится эта рожка как раз-таки, про которую я вам говорила. Она так называлась, потому что там росла рожь. Но сейчас, я так понимаю, её здесь нет. И вот, кстати, мы приехали в Чкаловец. Здесь открыты ворота. Возможно, там кто-то есть, но мы не будем заходить? Такое, нельзя. Лёш, ты в каждом видео так будешь делать? А ещё, кстати говоря про Лёшу, он в университете был активист. Во всем участвовал, был студентом года. И когда мы в лагере были, он тоже был такой самый активный. Я переоделась. Мы сейчас идём делать фотографии. Вот сюда мы приехали в отдельное место. Здесь море, лесок. Я тоже. Мы уже заселились в новый домик. Сейчас вам сделаю небольшой обзор снаружи. Внутри Лёши сейчас дремлет немножко, поэтому пока что только снаружи. Кстати, я тоже прилегла поспать на полчасика. Так хорошо выспала, сразу же голова прошла болеть, потому что у меня немного болела голова, но поспала полчасика, сразу же всё прошло. Вот здесь вот шесть домиков. Вчера мы жили в самом первом, а сегодня в самом последнем. Здесь вот такая вот терраса. Очень удобно здесь сидеть, завтракать. Опять-таки, с видом на море и с видом на лес. Чан у нас здесь готовится, подогревается. К нам периодически подходят и греют его, но мне кажется, он практически готов. Кстати, чтобы не запланять видео лишней информацией, не рассказывать, что это за домик, где мы находимся, я поделилась в своём телеграм и инстаграм и отметила место, где мы находимся. У нас здесь маленькое окно есть и вот такое большое, панорамное. То есть, когда просыпаешься, у тебя сразу же вид на море. Здесь тоже, как и вчера, есть фонарики. Я обожаю, когда они есть около дома, потому что сразу же придётся такая атмосфера, так красиво они выглядят и более уютно становятся. Я обожаю быть на природе в тишине, когда слышно только пение птиц, шум волн, ветра. В такие моменты я отдыхаю и душой, и телом. И у меня даже рука не тянется к какому-то там телефону, попереписываться или думать о работе и каких-то делах. И говоря о природе, я нашла способ максимально приблизиться к ней даже в большом городе. Я познакомилась с новым лимитированным ароматом Nina Nature от Nina Ricci. Это самый свежий аромат в коллекции яблочек от Nina. И мне кажется, на лето, на прогулки это идеальное лёгкое звучание. В нём ноты сочного яблока, лимона, ландыша и ванили. И, кстати, аромат создан с заботой о природе. Ведь у него экологически чистая формула с ингредиентами натурального происхождения. И упаковка, которая подлежит переработке. Познакомиться с этой прекрасной новинкой в форме нежно-зелёного яблочка можно на сайте и в магазинах золотого яблока. Киса! Понятно. Киса, ты опять к нам пришёл! Киса! Пошёл по своим делам. Он когти точит, Лёш! Хорошенький! Объёшься? Да. Я опубликовала видео в Телеграм, вышла к вам на связь буквально на минуточку, и многие сразу же спросили, откуда это платье. Это платье сшито, можно сказать, в единичном экземпляре. Я его покупала, когда приезжала к своей сестре в гости в Париж. И, собственно, там я купила его в небольшом бутике, поэтому ссылку, к сожалению, не могу оставить. Но я думаю, что его можно сшить самим, либо в каком-то ателье, то есть просто купить материал. Не знаю, я думаю, очень много вот таких вот длинных платьев. И на лето это очень удобно, потому что оно хлопковое, тонкое, в нём комфортно, и в то же время не жарко, потому что тело закрыто от солнца. Такой здесь аромат. Если у вас есть возможность, как можно чаще выбирайтесь на природу. Скоро лето, и, знаете, оно может пролететь так мгновенно, поэтому заранее планируйте. И при любой возможности выбирайтесь на природу, конечно, если вы это любите. Мне кажется, это очень полезно даже на какое-то психологическое состояние, ну и физическое тоже, потому что больше отдыхается, вкусно кушаете, высыпаетесь. Субтитры сделал DimaTorzok Обалдеть, я, в общем, вижу все кратеры на Луне. Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро! Сегодня у нас последний день на природе, и сейчас мы позавтракаем и уже поедем в город. А еще у нас с Лешей такие различия, что я как-то больше все стараюсь контролировать, в плане, ой, нам надо вот успеть вот это сделать, ой, а давай в бомбинтон, ой, давай вот это, вот это. А он больше как-то вот отдается моменту, еще больше, чем я, постепенно придумывает, и как-то у него это хорошо получается. То есть мы начинаем заниматься чем-то одним, и отсюда вытекает уже какое-то другое хобби, и все вот такое расслабленное. Поэтому, можно сказать, мы друг друга дополняем. А еще хочу отпраздновать с вами круглую цифру. Это то, что нас стало на канале полмиллиона людей. На самом деле мне не верится. Мне кажется, что вот буквально вчера у меня была первая тысяча таких людей, которые нашли со мной какие-то общие темы. Мне это безумно приятно. В первую очередь хочу сказать спасибо большое вам, также Леше за то, что он меня поддерживает. А еще, когда мы вернемся домой, я думаю, это будет в конце этого видео, я хочу разыграть среди вас подарок и сделать кому-то приятное. Какая-то замечательная стола. Сейчас перед выездом хочу показать быстренько рум-тур. Здесь домик намного меньше, поэтому рум-тур будет быстрый. Небольшая прихожая, и мы попадаем в главную комнату. Здесь кровать с видом на море, столик и кухня. В целом это все, но этого достаточно, потому что на природу чаще всего мы приезжаем быть на улице, а комнатой пользуемся чисто поспать и приготовить еду. Давайте пойдем дальше. Здесь у нас ванная комната. Очень уютная, светлая, и опять-таки зеркало с подсветкой. Я здесь как раз-таки красилась. На этом все, поэтому мы сейчас выезжаем. Ну и, конечно же, здесь большая вот такая терраса. Ваши ванной комнатой, сейчас я проверю. Продолжение следует... Ой, как мы мурчим! Ой, как... Мы наконец-то дома. На самом деле, мне кажется, что нас не было неделю. Ну, а теперь я хочу устроить розыгрыш. Кому-то из вас я хочу подарить сумочку, которая идеально впишется на лето. Она вот такого небольшого размера, жесткой формы, но в то же время в нее помещается все самое необходимое. Ключи, телефон, там деньги, всякая такая мелочь. Такой красивый зеленый цвет, я бы его назвала даже классическим. И здесь две ручки. Одна вот такая короткая, и можно заменить на длинную, и носить через плечо, либо вот так вот. Условия максимально простые. Нужно быть подписанным на мой канал, поставить лайк на видео, написать любой комментарий с указанием города, в котором вы живете. А также включить уведомления. Это нажать на колокольчик внизу под видео. На этом все. Спасибо вам большое за просмотр. Желаю вам счастливого лета, и до встречи в новом видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok